здравствуйте дорогие заотечественники вот я все время смотрю как вот осень проходит проходит есть даже роман такой осень патриарха который так заставляет так задуматься что все таки вот течение этого года произошло и что главное происходит сейчас к финалу года когда как принято говорить цыплят по осени считают ну во первых события вот какое последнее такое было интересное событие я бы его назвал так это событие из которого непонятно кто кем командует что я имею ввиду но собралась вся просвещенная европа в париже не только просвещенная европа но и там гости из америки из канады отовсюду вот и стали вспоминать окончание первой мировой войны ну вроде как столетия так сказать юбилей вот ну и там прозвучали такие очень странные речи и перед этим и во время этого мероприятия и после ну например такое товарищ макрон заявил что европе дескать пора иметь собственную армию чтобы внимание от кого защищаться ну понятно там китай там россия и третьего игрока назвал там я думаю что у многих был политикана в шок и от соединенных штатов америки конечно трамп тот же обиделся как это какие-то войска да еще от америки чтобы защищаться да еще и европы и он прикрепнул и горит пацан давай там не умничай а два процента не забывай платить в нато свою долю вот но тут и меркель как-то стала на сторону макрона и выступила потом в европарламенте с такой мыслью типа чем платить эти деньги в нато не лучше ли так сказать обустраивать собственные армию европейскую но и закупать собственное оружие имею ввиду немецкие танки там французские и рафали и так далее чем покупать со складов сша какую-то устарелую технику и пошло поехало и пошло поехало вот я говорю вот такая мысль так тоже блин чем и как управлять вот когда мы подписали вот это знаменитое соглашение значит об ассоциации с евросоюзом вроде как начальники у нас в евросоюзе с другой стороны мы смотрим что вроде как вроде как посол сша к нему все бегут он как бы вроде начальник с другой стороны там не только западное восточное направление у нас так сказать не дремлет вот такое впечатление что непонятно кто же управляет нашими начальниками нашими политическими элитами потому что жить как-то от этого внешнего управления помноженное на наш бардак становится все тяжелее и тяжелее вот чтобы разобраться с этой путаницей мы пригласили как всегда нашего мудрого бывалого человека которого зовут как вы догадываетесь валерий демидес не всегда после такой релестной оценки возникает комплекс неполноценности не не дать бумагу люди подумают так представим наш он такой может я тут как бы сумбура но это не мой сумбур это сумбур творится там в европе многие западе у многих сейчас кажется ездит такое смещение ориентиров да они не понимают вроде отладился такой хороший мир да после распада ссср все понимали где хозяин где колес где касса где это сказать начальство где обком где все и тут вдруг все вот так вот начало разноситься ну я так полагаю что это отражает всю такую мировую тенденцию да вот как бы современную турбулентность но турбулент от работа турбулент от того что система не выстроилась всегда возникает трубулент потому что когда много полюсов система выстраивалась она не выстроилась американцы к сожалению для них да они стали единственно они позже других поняли что это в мире происходит и трамп в качестве пожарников принялся как бы сегодня надо эту ситуацию каким-то образом отыграть то есть говоря просто житейским языком выйти из нее с красивым лицом мы начнем с того что американская экономика это отнюдь не первая экономика мира как это утверждает потому что если взять финансовый мыльный пузырь биржевые а реальную то они четвертые или пятые после евросоюза после китая но по реальным товарам и индия евросоюз да 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 то есть по реальным самым стран как один наверное из немногих и наверно может даже первых людей который пошел во власть он одновременно и бизнесмен и президента поэтому у него с мозгами получше чем у него есть свое видение разрешение этой ситуации любой бизнесмен чуть-чуть лучше политика видеть что творится я сказал бы так виктора у него есть свое видне выход из этой ситуации жизни выход этой ситуации в любом основе попадет трамп или его оппоненты он будет производиться за счет таких несчастных как мы более слабых да кстати валили мир так устроен вы смотри я вот недавно слышал такую удивительную мысль и она меня как-то немножко как заставила под по-новому посмотреть вот говорят там оккупированные страны оккупир и тут значит мы услышали несколько лет назад знаменитую фразу оккупай и олл-стрит оккупирую и я подумал подожди это не реакция ли на то что самой оккупированной страной имеется ввиду вот олигархи финансовыми являются сами американцы и их страна то есть не является ли как ты знаешь вот когда-то карл марс сказал не может быть свободным народ если он угнетает чужие народы и мне казалось какая-то какая-то софистика а вот я сейчас все более и более убеждаю что это так они становятся заложниками собственных вот домов на холме там какие-то с правом всех учить и мочить и вот какой-то закон бумеранга действует и и вот это нестабильность самой америке и стала расшатывать окружающими не кажется но и нестабильность самой идеи американского выставляли себя как свободолюбивую страну которая выступает против угнетения уничижения но многие люди понимают многие люди не понимают почему милошевич затащили в гагу порошенко даже хотят сохранить у власти за абсолютно за одинаковые вещи на чё-то только я не думаю зачем это правда побежал через всех протягивать меня не он всем пожимал руки и не пропустил поставил немножко далеко обе все равно но здесь все житер кто пройдет взгляд порошенко порошенко настолько это знаете вот взгляд обиженного щенка помните он хотел с ним так хотя и души и он не запомнил не знает там низом я думаю что даже не заводил не потому вы прошли сегодня мимо и не заметили вот это оператор искусство оператора было схвачено хорошо когда он увидит а показал крупным планом вот порошенко готовить все старается хочет чтобы вам заметил и кивнул ему чтобы было потом у порошенко сейчас выбор нет у меня вот и мы были у тебя в гостях украинским коллеги который рассказывает что он когда-то голосовал за порошенко на президентских выборах много но сейчас я глядя к чему как бы пришла украина и глядя на то что происходит в реальности в стране он говорит конечно я сейчас не за него голосовать не буду но это его переизберут а я гора почему его перезберут его ты не будешь голосовать очень много да за него против него проголосует большинство украине а почему как ну потому что он угоден внешним силам да вот как бы они его ставят у власти я говорю ну как это так мы же знаем вот принципе демократии до которые сводолюбия да вот нас тоже получает что выбор надо правильно проводить и так далее да а тут вдруг вот останется этот человек да он где ты понимаешь горит он конечно уже это мнение моего друга и небольшой специалист по украинской тематике но этот человек работает в журналистике украинской 30 более 30 лет ну разумный человек который видел знает хорошо он мне понравилось мы с тобой более-менее как мы знаем подводные все течения у нас стране он знает у себя я когда вы начал спрашивать не тот понимаешь год он сейчас уже выглядит даже смешным потому что он стремится даже открывать ну бани все что угодно знаете там кусочек дороги какой-то церковь взялся да прачечная к это он тут как церковь вот он говорит вот он старается везде попасть в объектив это самое я думаю что вот история с трампом вот хотя бы показ дома что они друг другу улыбнулись или кивнули это был тоже как бы знаете какой-то плюс электоральный для президента украины то есть понимаете вот что мне больше всего в этой во всех этих историях не нравится и у нас и на украине и в многих других странах я бы хотел чтобы наши лидеры искали таким же образом одобрительный взгляд у тех кто их избрал а не тех кому пойти вот чтобы когда люди выходят они не ходили с охраной да вот огромной с бронежилетами с этими с разными так далее к народу да вы ходили и видели и видели вот такие же улыбки и стремление пожать честно тебе скажу более остроумной мысли я в этом году не слышал вот так как порошенко и наши вот ходят по чужим лидерам и чтобы в глаза угодить и так далее вот так чтобы избиратели смотрели и говорили я вам угодил я вам чем-то облегчил жизнь ребята я вам чья на что-то обещал я сделал как вы смотрите валера вот если бы это было так да я бы думаю же недалеко то всегда жизнь бы текла совсем по-другому а для того чтобы таскать выйти из этой непростой ситуации к сожалению наши политики все чаще прибегая прибегает к избирательным трюкам различным избирает технологиям приезжает кульции куча яйцеголовых про хвостов как в этом знаменитом фильме российском выборы один выборы 2 когда они там творили в эти группа людей которые абсолютно не знали что там кто там где там и как там они устраивали такой кавардак чтобы ставили какого-то человека там банщика или кого-то делали губернаторами так далее в этой ситуации даже где-то вот против того чтобы вот пока у нас вот такой разброд и шатание это дело прекратить с этим пиар-технологиями по той простой причине что действительно пиар-технологии это первое и второе внешнее управление да я вчера пробежал быстро насколько мог выступление у нас сейчас обсуждается тема наша да что делать с молдавией в европарламенте и там выступают те люди на которых мы всегда молимся я всегда говорю почему я всегда шутил почему нас наших политика больше интересует что сказала молдавии моника маковей чем чем что сказала молдавии может и он истребу же да вот что он думает найти вот самое интересное что я вчера когда после я просто и самое интересное что европа здесь никакой реальной власти виктор и заправляют а я бы я был поражен америка заправляет я был поражен каша бруссельская я был поражен откровениями понимаешь моника маковей выступает и вдруг говорит что в молдове плат правят олигархи управляемой москвой это после всей всех этих высылок дипломатами это путин посадил тот олигарх наш олигарх это не мое это ставленник путина который значит тащит молдову нашему мешке за урал да еще самый но у нас так многие люди думают да вот а чё не раз моника маковей и да 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 но она принадлежит как бы кстати моя санда тоже что-то подобное она принадлежит к той группе в европарламенте которая больше общается с нашей правой оппозиции либералами и демократами в принципе не отсюда единодушие выходит и говорю второй выходит и говорит вы знаете меня поразило знание географии как не за попадает вот молдова который граничит с россией да я все думал с каких это да в пренестрове так обрадовались спасение на самом деле да мне это поразило и третье то что практически каждый второй депутат который там выступал он говорил что до власть молдовы плохая это до власть когда я сякая но ее трогать нельзя потому что противном случае вы выбор выиграет дадон подождите ребята а что такого есть а что партия социалистов у нас незаконно на фашистка она что она не имеет права выиграть выборы чего-то европарламент взял что они знают лучше чем молдавский народ кто должен выиграть теперь даю тебе пример ты помнишь сколько визга в сша было что какие-то русские хакеры за 5 тысяч долларов чуть ли не все эти выборы поменяли да а тут какой-то пост прости меня из европарламент а вот сейчас это вот сейчас все про нас 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 точно посадят не послушай сюда не так он он пост кто тебе дал право судить о наших внутри полите перед выборами еще в преддверии как никто кто такой понимаешь как это же вмешательство во внутренние дела молдовы мы что члены евросоюза или там чуть-чуть вот это нам напомнили что мы подписали соглашение ассоциации и поэтому они получили великое благо я не нам разрешили болтать ездить к ним как туристами тратить деньги это за это мы разменяли к сожалению возможность зарабатывать в других краях сотни миллионов долларов может быть миллиарды долларов то есть мы мы просто отдали эту возможность рассориться я всегда валера когда приезжает трамп все это евро братья на цирлах так ку-ку-ку ходит правильно и сочи кстати за прочим а там приходит смотри что мне нравится у трампа нам бизнесмен ты правильно горизонтель он говорит так это шо за евроколхоз это шо за совхоз имени там непонятно кого так макрон с тобой говорим отдельно меркель с тобой горим отдельно с кем еще там туз смотри это польские парни с вами испанита с он со всеми говорит отдельно он критушу за колхоз шо за евросоюз что-то вы тут там по какое ваше общее мнение понимаешь и получается те на кого цикле трамп они нас свою очередь знаешь как копируя своего босса значит унизился холоп перед одним паном но зато перед каким-то холопом шо пониже его он начинает его получать типа ты плох оставленник путина ты там блин смотри тут дым-сидым или там чтобы не избрали там до дона или шо еще там чего я представляю как смеялись в российском я думаю кремль не занимается просмотров а в российском миде на крепко смеялись узнав что за плохотнюк их ставленник после стольких этих историй да когда не с недоумением видела что даже над нами румыне смеялись когда мы трех сразу ну мы но мы же одного выслали мы же не трех да так что да конечно здесь смешная ситуация я думаю что вращение будет какое-то принято поэтому если там все будет расшагивая еврокомиссия что сделать и как давай посмотрим а что они нам могут сделать давай вот так посмотрим помочь они нам чем помогают какая от них помощь вот расскажи нет вы знаешь что за исключением мелких каких-то там люди которые люди которые толку с ней люди которые выходят больше европа нам поможет чем она нам помогла что рынки открыли нам что не вот объясни мне чтобы я тут тупой молдаван понял а чем это пацаны нам так круто услуги я не считаю я не считаю я сам напомню молдаванин и не считаю молдаван тупыми но вот я тупой молдаван я не понимаю хорошо вот объяснить я с другой стороны иногда бывают общаясь людьми ну приходится прибегать такой простой схеме когда хочешь объяснить что-то человеку вот я предлагаю поговорить таким образом игры слушай ну хорошо могут вот миллиарда вот на европа нам помогает и так далее вот они нам дадут денег ну неужели ты веришь откровенно что американцы богатые американцы богатые немцы французы спят и видят как сделать себе конкурентов и сами с поменяться с нами местами и ездить к нам занимать ту же нишу не хорошую нишу мировом рождения труда что мы нет не верю но они хотят нас поднять на зло россии игру на зло россии знаешь потом я говорю хорошо дальше идем ну вот они нам помогают они нам дают кредиты помощь гранты и тогда я говорю ну хорошо чтобы на зло давай 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 разберем очень просто ситуацию что проще на стране у нас девять лет уже власть про европейская тебе нравится то власть нет не нравится на такое допустила такое на дело так далее ну а как же благодетели это терпели эту власть столько лет не пошли сначала была история успеха когда подписали бумажку уже начали что до этого до истории успеха были погромы были где мы не нашли до сих пор а кто погромщики мне очень поражало цветную революцию 2009 года и майдан нам кто-то же строил москва конечно конечно он оказывается путин ему дорогу и давайте я вспомню кто сюда приехал сразу же на второй день господин салана который когда-то поднялся на бомбежках югославии да вот в большую политику и значит господин салана приехал сюда и сказал что смотрите ведите себя правильно да люди которые вышли на улице и так далее самое интересное сегодня вот сейчас вот в дебатах по европарламенту я тоже увидел такую фразу я могу и процитировать ну-ка один из депутатов сказал год люди которые выйдут на улице в кишиневе даже знать что мы с ними а ты что это как помнишь я говорил что вот это я хочу тебе мешать я хочу сказать я хочу сказать а если бы такое допустил бы мид или госдума те кто выйдут против нынешнего про европейского режима на улице они должны знать что мы с ними я представляю чтобы скандал когда скандал дошло бы на это не хорошо это как а тот норма извините меня они на сами от запаса так вот так вот я рассказываю когда начинаю объяснять людям я говорю вот представьте себе вот у нас украли миллиарда вот вы пришли ко мне и говорите валера ты у меня украл тысячу долларов да я груда признаю украл но я тебе не верну так как уже знаешь как бы это ты же заработать но есть прошение вопрос а давай я тебе сделаю ремонт квартире отремонтирую дороги покрашу в садике и так далее так далее да ну принципе ну хоть так вернуть да но фокус весь наш в чем мы будем делать эти работы выполнять я буду их до кредит я возьму на кредит но кредит на твое имя отдавать его будешь ты на распоряжаться деньгами выполнять работы буду я конечно на схему которая у нас работает это правильно схема да нет неправильно как же правильно меня грабили один раз потом на мое имя взяли кредит я его должен еще и проценты да еще и его за их и скорее всего и ремонта то не будет вот это же вон он раз обманули вот у нас дарин киртака занимался ремонтами жалор там я говорю хорошо но почему тебя в этой простой ситуации когда эти объясняют на пальцах это не устраивает а когда с тобой таким образом поступает на государственном уровне и партнеры по развитию как это веришь в это же это так да он начинает человек задумываться ну да конечно понимаешь но на все равно все равно все равно пути плохие путин поставил олигархом ну и путин не обязан на тебе заботиться с чего ты взял да путин должен думать о тех людях которые вы избрали которые могут его не избрать если он будет плохо править да вот этому говорю причем здесь путин говорю у тебя была возможность зарабатывать на этом рынке была была и ты хорошо зарабатывал кто тебя научил с ними поссориться и зачем и зачем ты никогда не задумывался ну вот хорошо ты потерял от рынок кто занял твое место на этой нише дешевых вин и так далее кто там зарабатывает вместо тебя сейчас миллионы миллионы долларов до тех кто тебя научили свято место просто не бывает поэтому игру что легко уйти с рынка легко потерять на верну и вернись я говорю и это первое и второе игра них никто не будет говорить что с европой не надо дружить никто не будет гореть что нам не надо сотрудничать с американцами с европой у них есть чему поучиться но извините меня кому мешало то что и там зарабатывали зарабатывать и там зарабатывать и здесь а сейчас вот я не могу понять что происходит потому что с одной стороны выходят одни эксперты и говорят что в принципе вот на фоне падения на российском где мы очень много потеряли мы сегодня наши приводят что вот там мы теперь в европу продаем больше вопрос сколько больше шесть тонн семь тонн это всегда знаете вчера продали сто ящиков вина завтра где 200 в возрос два раза экспорт сейчас с мужа бар но по три служу слушаю этих людей которые как бы подписывали это соглашение в принципе они не против когда с ними вот как бы разговариваешь ты из них порядочный человек он когда лоханулись прочитались как бы за такое слово лоханулись конечно не прочитал подписали а сейчас начинаем подбирать так сказать но это как любой контракт когда его с опытным юристами делай подпишешь не глядя да то ясно что там могут быть какие-то вещи которые потом всплывут и ты вдруг обнаружишь то есть какие-то ссылки на какие-то законы и ты везде виноват и везде должен да вот поэтому вот сегодня они признают да что подписали второпят почему белорусы не подписали не побежали почему азербайджанцы не подписали в они не пропадают не умирают с голоду и и ничего страшного нет также ездят в европу и не кстати об украине они не сильно там подписали но даже но даже у них какая критическая ситуация да вот это при том что они не подписали там много чего да армяне выторговали и и ничего румыны торговали как беда шпали но но с румынами отдельно и торговали но нам тоже румыния представляет как некий рай на земле я говорю румыния 10 лет в евросоюзе это так так это то что к чему стремитесь вы и нарожайся бить евросоюз как нам опять уже обещает там же третью дату да по моему обещал гимпу к восемнадцатому году потом двадцатому году заявку а сейчас говорят двадцать четвертом или каком году мы заявку подадим но игру хорошо но вот румыны вступили и что и что дальше за десять лет в евросоюзе из 20 миллионов населения 7 миллионов сбежала из страны а промышленность нет нет где промышленность реальная экономика конечно у них уже было при челушеску очень мощная промышленность знаете одни говорят что сейчас такая промышленность не нужно вот это я вот мы можем мы будем работать на этих технологиях в мире услугах торговли и так далее да безусловно мировая экономика меняется не настолько чтобы из измените меня забыть старое большое правило знаете когда он был великий эконом он знал о том как государство богатеет и почему не надо золото ему когда простой продукт имеет и я скажу в экономике вот все эти вот новые экономические уклады я вот изучал всю эту дребедень новые какие-то так как но все равно ситуация меня и слушает сюда да как бы она не менялась но слушай сюда да первое для чего нужна экономика вот еще в древних греков от аристотеля что такое о экономии это домохозяйство что надо крыша над головой нужно нужно дальше питание пища нужно нужно тепло нужно нужно вот эти вот первичные одежда нужно и так далее то вот это первичная без чего человек ты ему цифру не наденешь на уши ты его не не дарите не фейков нарисовать его в этом уже диктор не самая нервная и вот сейчас многие экономисты в мире одни из самых просвещенных они задумались а как это китай вдруг а потому что китай пошел вообще вопреки всем экономическим теориям китайцы неожиданно занялись индустриализации все горели да ну пост индустрии что значит пост индустриальный мир который оставил индустриализацию сзади а китайцы плюнули на эти теории и умности и выбили сейчас в первую производящую экономику мира кстати с той же цифровизации у них она идет будь здоров и дороги и всякие вот на ворота и так далее то есть ты понимаешь валера интересно интересно вот работы эти сказки самое смешное они они не полезли очертят голову в мировую экономику финансовых пузырей выстрели да даже у них работники которых они вывозили в африку я уже знаю что вот в 80-м году я был в африке на южном йемене в эфиопии сомали они уже там работали понимаете я работал очень грамотно они даже не работали как советский союз советские немножко глупо по старомодному работал но тоже эффективно но но это глупость была что мы там всю африку кормим это ерунда там очень много серьезно зарабатывали просто китайцы даже привозили за своих рабочих и работали на юани без вмешательства в долларах и вот и вот смотрите что происходит я сейчас читаю да ротшильды потянулись китай а это большой признак извините меня почти ских уже европы да понимаете настоящая хозяева знаешь в чем ты прав ты вот сейчас дал критерий куда потянулись ротшильды обрати внимание куда банкирские дома тянулись значит когда стала подниматься голландия помнишь цены на тюльпаны там доходили до тысяч десяток тысяч гульдинов до золотых это о чем говорит биржа вексельная все где было главное тогда биржа мира в амстердаме потом когда зашаталась голландия все эти банкиры покинули амстердан побежали в ситы лондон потом когда лондонская стала куда побежали пацаны в нью-йорк и сейчас ты мне сказал куда ребята эти начинают о чем это многие я не специалист по финансам еще раз о чем это говорит а тогда что китайцы идут своим разбирать бегут туда на что у них там и у них там делаются дела а деньги а банкир и деньги а деньги делаются дела это педа великолепно это первое и второй момент я от многих уже я небольшой специалист мечтаю специалист по финансам но это многие слышал о том что в принципе у лондонской так сказать и финансовой системы тоже наступает она становится как бы несколько не нужна тем кто заправляет дела вон бегут банки из лондона кошмар там что делается да 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 и вот и сейчас показатели выборы в штатах да которые прошли где трамп ноги там шутили что да да она потерял это не менее то что он сохранил как бы для себя безопасное количество депутатов в сенате экономика показатели улучшились нет это там идет уныние вот именно вот экономики дут их финалов в мыльных пузей но но реальная экономика сейчас я признаю в принципе избиратели признали что в сша да она пошла растет она при трампе вверх это нравится людям а финансистам это очень не нравится да очень не нравится они привыкли другой они пузыри привыкли самое интересное что и когда лопнет эта экономика пузырей плохо будет всем а пузырь госдолга уже за 20 триллионов плохо будет всем то в том числе и европе и россии будет плохо и китай который держит гк о подавляющую часть многие критиковали россию почему россия держит гк о а китай сколько держит гк о да если китай вернет все все весь мир татаре если китай вот у него в одни называют цифру четыре другие пять там один господь знает сколько вот я когда послом был уже тогда около трех триллионов было вот и сейчас горят чадни четыре другие пять триллионов представь что себе китай в один прекрасный день скажешь ребята забирайте нафиг ваши конечно не скажет потому что еще раз кошмарный сон представляешь у китайцы выбрасывают и говорят давайте нам за это что хотите не станки любую фигню землю чё попало нам ваше день ты представляешь он на мировых вермана так вот для американцев китай это подпорка это жили были два бандита страшные вещи сейчас я скажу очень страшные вещи вот смотри сейчас мире есть два мощных игрока один печатает бабки а другой под них товары и услуги все что нужно это америка китай а трамп вознамерился вот этот вот баланс установившийся поминай поменять вернуть агент америку great ген на коротком ему удается и удастся но на длинном историю не остановишь рано или поздно пузырь лопнет и это что он поругался со своей банкиру же валстрита нельзя как ты сказал переползают сейчас китай крысы бегут стонущего корабля когда это будет и я скажу и не дай бог вот я нет ты представляешь это будет очень тяжелые времена для нас для бедных для всех ты представляешь мировая система долларовая ой что будет честно говоря тут объясняется просто вот эта русская пословица пока жирный сохнет кудой сдохнет вот понимаете то есть и мы находимся в этой зоне риска которым придется хуже всего помать ему что нас отыграются у нас бросит все весь мусор нам надо да 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 в конце концов если когда рушатся там есть американцы когда у них 2008 году все это началось и начал этот лопаться один пузырь за другим то они это дело поддерживали чтобы людям было много не давали там кредиты почти под ноль процентов но это тоже плохо почему потому что у меня работы нет а мне дают что ты вот не говорят разогнать его да да но мне дают тут же кредит да потом я уже должен не один а два и три это начинается такая кабала да что работает а все равно нет производства не растет работать там не негде а мне дают деньги но это нас бросает на тех кто берут кредиты по 16 процентов как у нас и там поскольку у нас такие дешевые и потом говорят нам ребята а в чё вы так плохо работаете вы не можете с нами конкурировать но как мы можем сами конкурировать когда у вас вот кредиты вот такие технологии у вас дотации в евросоюзе у вас и у вас дотации у вас мы нас все лишили со всеми расстроили друге нам связали и говорит вы как-то не умеете плавать вот какие-то вы такие бестолковые наш месяца подмывала задать этот вопрос я никогда не забуду на одной из пресс-конференции где по моему девяносто девятом или 2000 году было как пресс-конференция брагиш с представителем международного валютного фонда и вот они долго говорили как молдове хреново и что надо делать что вот уже несколько лет они сотрудничают там шесть или семь лет вот и весь запад никак заснуть не может мечтать сложно подняли мы так переживаем пошел на угол очень простой вопрос я сказал знаете вот уже семь или восемь лет молдова делает то что вы ей рекомендует и дела в каждым годом все хуже 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 и тогда начался исход же мощное население и так далее у меня есть вопрос вы плохие учителя или мы плохие ученики браги засмеялся но он все понимал он умный человек да адрес международного вода тоже засмеялся ну парень задаешь нам вопросы тебе что непонятно что происходит что ты тут понимаешь это блеф все никто никому нет нормально да мы все понимаем кому мы нужны чтобы мы поднялись мы же конкуренты кому нужны кто валера расскажи мне какой идиот будет за свои деньги расти конкурента это только ненормальный только в каких-то таких таких политических вон америка вырастила себе китай на и в кредитах запада он поднялся и что сейчас трамп вопит great again вернемся назад а поезд уходит я помню когда при воронине сюда проезжали первого как бы пытались затащить сюда инвесторов они приезжали сразу спрашивают ребят за сколько у вас люди готовы работать на фабрике месяц за 100 долларов будет работать не до 200 за 300 нет ну все на этом конец вы далее в китае работают за 200 мы уйдем китай там хорошая высок квалифицированная рабочая сила уже есть и она будет работать за 200 300 долларов в юанях пересчет а потом эти ребята воспитывают инженерные кадры китайцы у себя перенимают технологию и говорят ребята мы теперь и без вас можем а потом мы видим что уже сегодня и в америке в европе я не забуду когда мы были в белом доме белом доме нам подарили всем флажки мы вышли а на флажке тарелочку которая купила собирал тарелочки откуда приезжал была такая бросил это дело вот тарелочка тоже с видом вашингтона тоже поворачиваем то есть как бы знаете если эти товары более дешевые сильно их будет производить там да но к сожалению эта система дает сбой что будет дальше конечно это очень интересный вопрос и не меняю об этом судить потому что умнейший голову планеты этой ломает и ни хрена не могут разобраться как из этой ситуации выйти одно становится одно только понятно хорошо очень хорошо хуже всех будет тем кто беднее всех и бесправнее поэтому наши люди даже понимать что мы входим в очень такое непростое турбулентное время да и мы начинаем стремиться в ту европу которая уже давно нету как и если мы хотим избавиться выйти за вот этой турбулентности нормально да то есть как бы не пропасть в ней мы должны избавиться от иллюзий понимаете от иллюзий которые нам навязаны извне то есть мы должны думать о собственной стране мы должны понимать что никто кроме нас эту ситуацию не вырулит что спасение утопающих только утопающих поэтому надо быть мудрыми когда вы идете на избирательные участки поменьше поменьше кушать гречку и пить дырмовую водку а думать именно о том что мы живем в этой стране и можно сбежать конечно из нее но кому кому мы нужны подписал высоцкий в знаменитой песне про пассатижи да вот что пассатижи мы нужны в париже вот может быть кто-то конечно у нас сейчас свободная свободный выезд кто-то может и пригреться и в другом месте но это далеко дано не всем всем остальным все таки придется если хотят жить в нормальном хорошем доме нормальный хорошем куда-то нужно многое пересмотреть из-за сучьего кого работать других рецептов нет и избавиться от иллюзий и вот последняя вот помнишь мы как-то с тобой грыли у нас все на запад на запад но вот на запад и на запад а вот посмотри недавно вот юбилей ликуан ю вот этот самый зенка пора мужик уж какие китайцы из сингапура китайцы везде китайцы какие они куматристы наношисты семейственники он брата своего посадил за коррупцию и что помнишь его знаменитая фраза у нас говорит нету не залежей не горючки нету и нефти не газа не металла в нас горит ничего нету у нас есть только одно богатство люди вот говорит давайте а это на людей попремся а у товарищи наши родные политики элиты вспомните что сказал ли куанью который поднял сингапур до таких высот причем страна абсолютно нищая была бедная ничего не имея да там земли мне хватает на что он наперся он сказал главное наше богатство люди и вот а без людей ничего не бывает посмотрите мне многие спрашивают а почему вот россия не строит автобаны до логи востока или такие сквозные чтобы из китая возить вы понимаете должен строить автобаны их надо еще обслуживать а если у россии в россии не хватает людей вот я тоже немного не понимаю в россии набор я бы там встречал людей с паспортом уже на границе вручал паспорт они устраивают эти очереди по той простой причине что миссит на именно сегодня нужно хотя бы но еще миллионов 50 100 для того чтобы устроить ту огромную территорию да чтобы что люди производят штефан великий это понимал он всегда провозил пленных и со всех с краев и и славян и кого-то у нас когда лишь могли фамилии грузу он понимал что земля сама по себе ничего ничего не дает производят люди добавочный продукт и это все звал людей да 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 то есть на а мы я не забуду когда перестроечные годы вот когда горбачевская перестройка была понаехали тут да радуйтесь что понаехали понимаете потому что у вас плотность большая население это население будет себя что-то производить и главного не разогнать а наоборот вот вот в сингапур там же сумасшедшая плотность населения в китае но они же не расширяется экстенсивно они же понимают великолепно не обустроить этот китай позиции как он лишних людей у них не будет каждый человек и разумном управлении там каждая пятнадцатая семья миллионер семья миллионер вот так это из нищеты да и они быстрее и у них программы киеве победить бедность сингапур многонациональный там же кроме китайцев и индусы и мусульмане ты долго время работал в китае но что эти программы победить бедность пожалуйста есть программа и самое интересное один момент еще да у нас так любят это говорить боже мой вы там и вот в связи с тем что было столетие октябрьской революции да я понимаю что русским коммунизм был своеобразный коммунизм много было крови пролит и так далее так далее но с другой стороны говорит что вот эта система плоха и априори посмотрите как живет там северная южная коррекция я всегда говорю о последних живет китай валера смотри до сих пор разворовать не могут все что было создано как то время ну что спасибо спасибо мы еще встретимся вот дорогие соотечественники в гостях у нас был валерий демидельский значит простите нас иногда за такие не очень политкорректные высказывания дело в том что мы например считаем что политкорректность это есть один из способов врать и вранья поэтому поосторожнее с политкорректностью и побольше называйте вещи своими именами и самое главное не слушайте всякую болтовню и чушь которая уже у всех вызывает оскомину никто нам не поможет никакой запад никакой европа и не восток и не запад и никто помочь мы можем только сами себе а для этого нам надо всегда делать правильный выбор основываясь на своем видении жизни учиться и у всех а выводы делать для себя благодарю вас за внимание у нас программе был валерий демидельский мы всегда рады его видеть на том кланяюсь вечно любящий вас виктор ванныч борщевич а 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